Всем привет, друзья мои! Уже не за горами праздники. Новый год, Рождество, ну и, конечно же, 23 февраля. Кто-то скажет, 23 февраля? Да еще не скоро. Скоро, друзья мои. Все на самом деле очень даже скоро. И сейчас я на YouTube заливаю такие предновогодние фильмы, связанные с подарками. Эта серия видео будет в помощь для тех, кто затрудняется какой-либо подарок кому подарить. Так вот, обычно перед праздниками особенно перед такими праздниками, как Новый год, Рождество. Люди бегают, суетятся, чешут репу. Что же им купить? Что же подарить родным и близким? У кого-то в голове пенки для бритья, одеколоны, парфюмерия, носки, шарфики. Ну и как же без футболок? Или многие думают так. Подарю бутылку дорогого виски или кому-нибудь шампанское. Вариант? Тоже вариант. Все это, конечно, хорошо и приятно. Но порой мы даже и не вспоминаем, что наш брат или друг рыбак. Человек, который фанатично предан этому делу. Такие люди, как правило, могут долго сидеть одни в одиночестве, перебирая свои приманки, рассматривая их, воблерочки, колебалочки, вертушечки, мормышечки. И как правило, это люди, летающие в мечтах, безнадежные романтики. И таким людям всегда приятно получить подарок, связанный с их увлечением. Некоторые из подписчиков у меня иногда спрашивают, Илья, подскажи, что можно купить папе в подарок, и это обязательно должно быть связано с рыбалкой. Я, кстати, передаю привет Тимофею. Это один из тех людей, который ко мне обратился за таким советом. И я очень рад, что он вспомнил, что у него папа рыбак, и подарил ему определенные вещи, связанные с рыбалкой. И я очень рад, что я смог помочь этому человеку. И я очень рад, что этот подарок понравился его папе. Еще раз, Тимофей, тебе привет. Привет. И огромное от всех отцов спасибо, что есть такие дети. Очень приятно то, что этот парень помнит, что его папа рыбак. И знает, что ему нужно подарить. Что сделает его папу счастливым, что порадует его. Конечно, это помимо того, что у этого папы уже есть такой замечательный сын. И папа уже этому рад. А вообще, когда твои близкие почти читают твои мысли, понимают тебя, наверное, именно это и есть уже подарок. Подарок судьбы. И как же это чертовски бывает приятно. Итак, в этом видео, перед предновогодними праздниками, я некоторым из вас постараюсь немного помочь, направить вас и подсказать, что можно подарить своим близким или друзьям, которые увлечены таким замечательным делом, как рыбалка, что же им можно подарить. И давайте, друзья мои, начнем, наверное, с дорогих подарков. Первое, что можно подарить на Новый год или на какой-либо другой праздник, вплоть до дня рождения, это навигатор. Деньги не будут зря выброшены, так как этот подарок связан не только с рыбалкой. Навигатор пригодится не только в рыболовных поездках. Он пригодится также и в путешествиях. Или просто банально сходить за грибами. На сегодняшний момент я бы, наверное, мог рекомендовать навигатор Етрекс 3035. Оптимальные по деньгам, по функционалу, не зря будут выброшены деньги. В принципе, можно пересмотреть какие-то модельки подешевле. Но я бы себе взял именно такой. Ссылка на этот навигатор будет под видео. Один из вариантов, где можно приобрести этот навигатор. Цены у этих ребят, опять же, адекватные. Сам у них периодически что-то покупаю. Второй вариант – это эхолот. Хороший эхолот купить себе «Жаба душит». Ну, а если мы его получим в подарок, друзья мои, эмоций будет куча. Передать словами эти эмоции, ну, просто невозможно. Один из моих знакомых получил от своей семьи в подарок на день рождения такой эхолот. Сейчас я вам, кстати, тоже его порекомендую. Чуть позже. Эмоции у человека просто зашкаливали. Но никогда бы он себе сам, наверное, его не купил. Эхолотов на самом деле очень много. В том числе и очень дорогих. Про дорогие я сейчас говорить не буду. Но этот подарок тоже будет недешевый. Но он, скажем так, этот эхолот класса выше среднего. Я бы себе такой, опять же, приобрел. При возможности. Итак, друзья мои, это эхолот Raymarine. Dragon Ply 4 Pro. Это эхолот и Carpoter. Все в одном. Незаменимая вещь. И очень полезная в рыбалке. Опять же, где его приобрести, как вариант, ссылка будет под видео. Чтобы вам не бегать по интернет-просторам и не листать, не искать. Это видео делается, в принципе, для тех людей, которые не сильно разбираются в интернет-просторах. И не сильно разбираются в рыбалонной тематике. Но я могу посоветовать именно проверенные вещи, за которые мне потом не будет стыдно. Читать какие-то непонятные комментарии или слышать плевки в душу. Я рекомендую нормальные проверенные вещи, которые я бы себе сам купил. Перечислять все какие-то либо подарки из рыбалонной тематики, варианты подарков, я, конечно, не буду. Слов не хватит. Как вариант, еще могу посоветовать приобрести спиннинг в подарок или катушку. Но здесь уже какие-то определенные нюансы и проблемы. Нужно знать, где он ловит, какую рыбу он ловит, на что он ловит. Его какие-то пристрастия в его рыболовном увлечении. И здесь определенные есть нюансы. На всякий случай, кто знает, я просто перечислять все это не буду, но на всякий случай, кто знает, чем занимается его отец или муж, я на всякий случай дам под видео ссылку. Опять же, те снасти, которыми я лично пользовался, пользуюсь или хотел бы пользоваться. Ну а сейчас я перейду к народному подарку, который может позволить себе каждый. Это рыболовные наборы. Рыболовный набор можно собрать самому. Взять, допустим, ваблерочек, взять колебалочку, взять вертушечку, купить леску, плетенку, положить все это дело в рыболовную коробочку, упаковать и подарить. Это будет опять же также приятный подарок. И зря выброшенные деньги не будут. Опять же, вариант собрать самому это хорошо. Но нам надо искать рыболовную коробку, нам нужно искать определенные приманки, лески, плетенки, там я не знаю, что вы туда положите. Поплавки грузилы или там что там будет лежать. На самом деле, некоторые магазины уже делают такие рыболовные наборы, зная о том, что в принципе в подарок можно такие вещи дарить и это будет приятно. И один из этих наборов я вам сейчас покажу. Я их лично себе купил, тоже в подарок своим близким и друзьям. Я купил себе два таких набора. Цена этого набора 3000 рублей. Это если мы говорим про российские деньги и этот набор стоит в Москве на 41-м километре или в интернет-магазине, который я сейчас укажу ссылку под видео. И сейчас мы его поближе рассмотрим. Что в этом наборе лежит и на какую сумму стоит ли тратить эти деньги, к примеру, на этот набор. Если честно, один из наборов я уже открыл и посмотрел. Сейчас вы увидите, он будет открыт. Я уже просчитал перед тем, как делать видео, чтобы оно не получилось бестолковым. И поэтому могу рекомендовать его вам. Цена этого набора соответствует то, что в нем лежит. Может быть даже многие, многие, если покупать будут отдельно, купят это все дело намного дороже. Цены везде разные. У нас Россия. Где-то воблер стоит 500 рублей, где-то можно купить за 300 рублей. Разница в 200 рублей может быть. Вот так. То же самое рыболовная коробка. Я знаю, где купить ее за 300 рублей. А люди покупают за 500. Вот так. Поэтому я по средним ценам прикинул, приблизительно цена адекватная. Плюс люди старались, упаковывали, запаковывали, работа, все это дело. Суетиться никому не надо, подарок готовый. На самом деле я себе взял этот подарок из-за того, что мне порекомендовали его опять же. И сказали, Илюх, короче, вот возьми. Почему я себе взял именно этот набор, а не набрал его сам, разбираясь в этом. И мог бы, допустим, сэкономить. Ну, ребята, в этом магазине у меня скидки. Честное слово. И бегать сейчас, заниматься этим сбором, упаковкой и всем остальным у меня, если честно, времени нет. Я много чего не успеваю сделать перед Новым годом. И поэтому я решил довериться людям и купить. И сейчас я вам этот набор покажу. А вы уже решите, брать этот набор или собрать самому. Все будет на самом деле просто. Итак, друзья мои, смотрим. Это набор, который я уже вскрыл. Перемотан был ленточкой, красивой упаковкой. Смотрим, что в нем лежит. В нем лежат Три вида лесок. Одни из них с флюорокарбоновым покрытием. Если честно, точно я не внедрялся, что здесь конкретно лежит. Но это, я думаю, будет полезно. Одна из лесок вот такая. 0.18. Можно намотать на катушку и ловить ультралайтом. Или, допустим, использовать опять же при ловле зимой. Эту леску вообще можно использовать даже при ловле джигом. Или кидать блесну. Также подойдет и при ловле зимой. Это у нас опять 0.18. Повторюсь. Или ультралайт. Или при ловле опять же зимой. Многие такой диаметр наматывают на удочку и ловят там карпа, карася или кого-то, я не знаю, какую-либо другую рыбу. Сам я на самом деле при ловле, допустим, того же самого карпа или карася, не использую очень тонкие лески в избежании каких-либо обрывов и в избежании потери трофейного какого-то рыбного чуда. Дальше посмотрим. Блесинки. В этом наборе много всяких блесенок. Что же мы видим? Эта блесна подойдет для ловли жериха, судака, окуня, щуки. Можно проводить как и ступенькой, так и в заброс опять же ловить жериха. Блесинки. Форелевая. Окунево-головлиная тематика, которая сейчас очень популярна. Беспроигрышный вариант. На платнике или на какой-либо маленькой речке. Две блесинки лежат незацепляющие. Пруды, озера, закоряженные речки. Незаменимый вариант. Незацепляйка. Разбирать я сильно это все дело не буду, потому что мне это дарить. Я вам покажу так. Вот усик, который дает возможность не зацепиться за какое-либо препятствие. Это один из наборов. Наборы, я так понимаю, разные, как мне сказали. Сейчас второй откроем, посмотрим, что там лежит. Этот воблерочек, суспендер. Для ловли опять же, щуки, судака на мелководье, на косах. Жериха. Возможно, крупного окуня. Может быть, какие-то северные рыбы. У меня в доме вырубили свет. Скачок напряжения. Надеюсь, ничего мне не погаснет. Попробую продолжить видео. Дальше. Вот такой воблерок пойдет по ловле щуки. Возможно, каких-то сомят на перекатах. А так, основная масса, наверное, это щука. Цвета я сильно вам не показываю, из-за того, что в наборе может оказаться разный цвет и разная приманка. Лежит вот такая приманка. Это пойдет по ловле щуки. Силиконовый хвостик. Цвет шикарный. Приманка – это плавающее. Тоже достойный-достойный воблеров. Также положили трейлинговое направление. С этим воблером я уже познакомился, только немного с другим цветом. Это энчантер. Реплика под халку. Восьмиметровая. Достойный, проверенный воблер. Ну и сама коробка. Эта коробка также пригодится в рыбалке. Это один из подарков. Опять же, повторюсь, набрать вот это все самому можно, конечно, элементарно. Надо просто побегать, посуетиться и сделать вот такой набор. Ну а теперь давайте посмотрим вторую коробку. Вот так она запечатана. Я постараюсь потом все это дело аккуратно также запечатать. Скорее всего, мне понадобится, наверное, другая бумага и другая лента. Но иду на жертвы. Повторюсь, это я тоже купил своим близким друзьям в подарок. Разрезать мне, наверное, это аккуратно не получится. Все же мне придется заменить, наверное, упаковку. Но ничего страшного. Подарочные упаковки у меня есть. Давайте я уже, ладно, все разорву. Ну, здесь получилось так, что бумажка была приклеена по какой-то либо причине упаковочной. Это я все спиртовой салфеточкой оттру и будет чистенькое. Открываем. Что мы здесь наблюдаем? Здесь мы наблюдаем совсем другую лотерею, совсем другие приманки. И здесь приманки больше патроллинг. Что я сразу вижу? Две приманки. Это реплики под рапову подданца. Как они ловят эти, я точно сказать не могу. Но знаю, что оригинал ловит отлично. Цвета шикарные. Дальше, опять же, два воблера троллинговых. Это под Юзурин 3D Крэнк. Пузатик. Следующие приманки это у нас... Даже не знаю, они одинаковые или нет. Вроде бы одинаковые. Три воблера Дживелин. С этим воблером, вот непосредственно, по-моему, с этим цветом я уже познакомился. Ловит отличные судака и щуку. Этот воблер обалденно летит. Просто шикарно. Летит очень далеко. Можно использовать его как в заброс, так, в принципе, и при ловле троллингом. Эта коробка вообще просто для троллингиста. Теперь лежат три воблера твичевых. Это для твичинга. 110-е. Модельки разные. Точнее, две одинаковые. Вроде бы называется Фронтера. Это по щукин, судаку и жереху. И вот такой замечательный воблер тоже для твичинга. И опять же, сама коробка. Ну что, друзья мои, такой набор может собрать себе каждый. Или купить его готовый. Немножко освещение у меня изменилось. Вырубили у меня в доме свет непонятно по какой-либо причине. Снимаю в экстремальных условиях, можно сказать. Ну все. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Опять же, повторюсь, видео создавалось для тех людей, кто имеет в семье рыбака или имеет друга рыбака. Увлеченного человека именно этим хобби. Некоторые из моих подписчиков, в частности, сыновья, дочки, спрашивают, что можно купить папе на день рождения, он у меня рыбак. Я очень постарался ответить на вот эти вопросы. Если в дальнейшем у кого-то появятся еще какие-либо вопросы, пишите мне в личку. Найти меня можно в ВК. Постараюсь на все вопросы ответить. Все, друзья мои, видео я заканчиваю предновогоднее. А то меня ослепляет уже прожектор. И еще раз вас поздравляю с наступающими праздниками. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благ вам. Здесь вам не курорт, здесь климат не тот. И часто погода здесь наоборот. И здесь ветрам и дождю вас не понять. И можно забить, семьей побыть. Но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, Кто щуку за жабры не поднимал, Тот нас, наверное, уже никогда не поймет. Поймет только нас простой рыбак, Которому снится большой судак. Судак, который сегодня точно клюет. Поймет только нас простой рыбак, Которому снится большой судак. Судак, который сегодня точно клюет. Спиннинг, катушка, плетенка и джин. Лодка, мотор, сухпай на двоих. Хазард, тревога и радость, как у детей. И мы уезжаем от суеты, И будем искать точно до темноты Рыбацкое наше счастье, а проще трофей. Летом на лодке, зимой пешком, С буром в санях в минус двадцать идем, С одним в голове, без чего уже не прожить. С ударом поклевка, трещит фрикцион, Спиннинг, дугу, плетенки, звон, Рыба мечты на крючке, надо тащить. С ударом поклевка, трещит фрикцион, Спиннинг, дугу, плетенки, звон, Рыба мечты на крючке, надо тащить. Окунь, судак, щука, налим В Козюлино, Томь, в Комсомольский чулы Везде, где есть реки, есть ким о рыбаке Со льда и в отвес, в забросы на троу Мы выполним наш рыболовный долг Кто знает, что будет еще у нас в подсаке Со льда и в отвес, в забросы на троу Мы выполним наш рыболовный долг Кто знает, что будет еще у нас в подсаке Здесь вам не курорт, здесь климат не тот И часто погода здесь наоборот И здесь ветрам и дождю вас не понять Им можно забить, семьей побыть Но мы уезжаем рыбу ловить Рыбалка это то, что у нас не отнять Им можно забить, семьей побыть Но мы уезжаем рыбу ловить Рыбалка это то, что у нас не отнять